Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех с Петербурга, с берегов Невы. И эти дни мы молились и молим, и продолжаем молиться за Израиль, Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Вот, и напоминаю место из Писания Священного, Псалом 121, написано в 6 стихе, «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих благоденствия, в чертогах твоих». Вот, это как раз такое ключевое место из Писания на эту молитву. Вот, эти дни я в Петербурге, здесь, в северной столице, сейчас я в этом парке, где как раз, ну, это Черная речка, здесь рядом Черная речка, набережная Черной речки. Это место известно как раз тем, что здесь рану получил смертельную, как оказалось, Александр Сергеевич Пушкин. Да, здесь вот, даже здесь вот сейчас обозначено место, место дуэли Пушкина с Дантесом. Так, что у нас пришло? Ага. Вот, и на этом месте, сейчас очень красивое время такое года, здесь северная осень, вот, она прекрасна, она красива. Вот, и молюсь о Петербурге, молюсь о северной столице, о духовном пробуждении здесь, на берегах Невы, Ижоры, Черной речки, вот, чтобы здесь проставлялось имя Господа Иисуса Христа. Я молюсь о России, молюсь в Украине, о других странах, о всех странах нашей истрадавшейся планеты. Но, в первую очередь, из всех городов мира, знаете ли, в первую очередь и первая, последняя моя молитва всегда за Иерусалим. Сегодня шаббат, сегодня суббота, так что шаббат шалом, друзья, вот, и по традиции, такой очень красивой традиции, каждую субботу мы благоставляем Иерусалим. Среди прочих благословений, благоставляем свои семьи, своих родных, ближних, своих жен, детей, и поем шалом Иерушалаем, мир Иерусалиму. Шалом, шалом, Иерусалим! Шалом, 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 Иерушалаем! Мир Господний Иерусалиму! Шалом, шалом! Поэтому, поем шалом, это не только мир, как вот в русском можно понять, как мир, как отсутствие войны, но шалом это слово, означающее примирение, мир с Богом, мир в Боге в первую очередь. Поэтому вспоминаем слова Машиаха в эти дни также, который подъезжал к Иерусалиму и накануне своих страданий за всех евреев, всех неевреев, за всю нашу страдавшуюся планету, и он плакал об Иерусалиме. И как раз он и сказал такие слова, что, значит, обращаясь к городу, обращаясь к Иерусалиму, что, ой, если бы ты знал, что служит к миру твоему. Вот, и действительно, я сейчас даже, наверное, прочту это. Иерусалим. Ну, здесь много мест писания об Иерусалиме, из псалмов, из Ветхого Завета, из Нового Завета. Сейчас загружается здесь. Вот, и завтрашнего утра, воскресного, я буду проводить вновь молитвы. Ну, целую неделю буду проводить молитвы утренние. Вот, и вечерние трансляции тоже буду проводить, стараться. Вот. И как раз здесь продолжу тему молитвы за Иерусалим, за Израиль. Вообще этот год весь, 2018 я имею в виду год, по гражданскому нашему исчислению, он в календаре нашей церкви, он обозначен как год 70-летия возрождения Израиля, еврейского государства возрождения. Год 70-летия Израиля. Молимся о всех евреев, молимся за Израиль, молимся об Иерусалиме. Так, здесь много мест писания. Ну, в основном, конечно, значит, так, сейчас. Вот. Я хочу прочесть тогда из 23 главы Матфея, Евангелия от Матфея, 37 стих. Иерусалим, Иерусалим. Знаете, когда вот два раза повторяется что-то, истина, истина, допустим, Мамашиах часто говорил Христос, да, истина, истина. То есть, это действительно, это самая важная истина. Будем предельно внимательны. А здесь он два раза говорит, Иерусалим, Иерусалим. То есть, это предельно внимательно будьте, иерусалимляне. Предельно внимательно будьте, Иерусалим. Дальше написано. Избивающих пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих. Птица собирает птенцов своих под крылья. И вы не захотели. Вот такая печальная констатация факта. И действительно, Бог не нарушает свободу воли человеческой. И действительно, это тонкая такая грань предопределения Божьей и воля человеческая. Как знаете, мудрецов в древности спрашивали тоже. Все предопределено или есть выбор. И мудрецы разных школ, получается, совещавшись, высказали следующее. Все предопределено и есть выбор. То есть, не или, да, или. А именно и есть выбор. С точки зрения нашего временного земного бытия, это кажется абсурдным. Но на самом деле, с позиции вечности, все так оно и есть. С позиции истины, 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 будем договорить. Истины. Это все действительно так оно и есть. Вот. И, конечно, живя в этом временном мире, временном, будем так говорить, измерении, о вечности мы можем иметь, ну, такое довольно смутное лишь представление. И о Библии говорится вообще, где все-таки, где там железная дорога тоже, пассажирские поезда вот проходят. Так вот, действительно, ну, я не буду углубляться, наверное, в эту тему. Ставлю на утренней молитве, как раз на завтрашней, в частности. Поэтому в 6 утра подключайтесь. Я планирую трансляцию как раз делать с 6 до 7 утра. То есть, я обычно полчаса делаю трансляции, иногда час. Но в этот раз я буду делать часовые такие трансляции. Если у кого нет возможности, вот, целый час быть в трансляции, то, значит, хотя бы там подключайтесь к началу или к концу, как у вас будет получаться по времени. Вот. Так, сейчас вот. Аллилуйя. Хорошо. Так, значит, и если... А если вообще не будет получаться, подключаться утром, то тогда уже в записи посмотрите. В записи на, значит, собственно, вот на Ютубе все будет выставлено. Вот. Потому что трансляция сохраняется на Ютубе. С хлебопреломлением, с причастием, с ефлористией как раз. И также с молитвой за Израиль, с молитвой за Иерусалим. Вот. И также буду свидетельствовать. Я планирую как раз вот продолжить эту такую традицию уже определенную по утрам во время этих молитв, утренних трансляций, утренних молитв. Хлебопреломление, причастие, совершаемые в холистию. Потом, значит, читаю из Слова Божьего. Пусть это немногое даже, значит, хотя иногда я и больше, такие большие цитаты довольно-таки делал. Фрагменты целой главы. Вот. Вот сейчас месяц Хешван, значит, и на протяжении всего этого месяца я рассказываю, допустим, то, что было год назад открытым, ну, будем так, как прозвучало в мою жизнь, год назад, в месяце Хешван прошлого, 5778 года, о сотворении мира. Вот. Потому что сейчас по гражданскому исчислению календарю 2018 год, а по библейскому летоисчислению о сотворении мира, как мы говорим, 5779 год. Вот. И делюсь вот тем откровением. И, конечно, до конца этого 2018 я говорю об Израиле, молюсь за Израиль каждый день, каждое служение. Хотя и вне этого, но просто даже в календаре нашей церкви, вот этот год обозначен, 2018 календарь, обозначен как год молитвы за Иерусалим, год Израиля, вообще в целом год Израиля. Вот. И молитва за Иерусалим, вот недавно прошедшая, она как бы дала такой тон, задала, вот, который продолжается по сей час. Слава Богу. Так что, друзья, благоставляю всех вас, всех молитвенников, благоставляю за Иерусалим, за Израиль. Слава Богу. Да, ну а здесь сейчас перечитываю Пушкина, некоторые его произведения, вот, которые, на мой взгляд, хорошо иллюстрируют некоторые вот мои семинары, мои темы касательно вот реформации православия и христианства в целом. Вот. Ну, такая самая, такая известная, будем так говорить, самый известный пример. Это стихотворение Пушкина «Монах» называется. Ну, я сейчас не буду читать уже, значит, довольно продолжительное такое стихотворение. Я, наверное, прочту его, вот, на одной из этих утренних или вечерних молитв, вот, как иллюстрации. Ну, вечерние, наверное, тоже будут с местами из Писания, но также вот с такими чтениями, тоже из Гоголя, из Пушкина. Значит, ну, классика, будем так, как будем читать. Так что, друзья, благоставляю всех вас во имя Господне из Петербурга, с любовью, во Христе Иисусе, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев.